Посёлок Спартак – одна из наиболее горячих точек Донбасса. Здесь до сих пор каждый день происходят контактные стрелковые бои. Противник пытается малыми диверсионно-разведительными группами проникнуть на территорию республики, но попытки эти жёстко пресекаются силами ополчения. Только накануне силами ополчения удалось отбить попытку прорыва 20 украинских силовиков, которые под прикрытием БМП пытались закрепиться на окраине Спартака. Кроме автомобилей с города, которые шли и в город, ну, видно, местные жители, больше ни одной техники не видели, уже не говоря о колонне танков. Тишина здесь вот полная. Миссия ОБСЕ и представители российской контактной группы во главе с генерал-полковником Ленцовым Спартак прибыли для встречи с украинской делегацией. Но со стороны Авдеевки колонна с генералом вооружённых сил Украины, размазненным, так и не приехала. По посёлку вновь начинают бить со стороны Авдеевки, которую занимают неподконтрольные Киеву батальоны Донбасс и правый сектор. Мы вынуждены передвигаться перебежками между опустевшими улицами. Азов, когда вернулся в Широкино, начались опять провокации. В районе Спартака находится Днепр-1, находятся два батальона правого сектора. Вот где находятся так называемые националистические батальоны, вот там происходят вот эти вот процессы неповиновения. Это идёт накопление сил для какой-то или, может, большой провокации, или для наступательных действий. То есть вы на это уже даже не реагируете? Да, нет, это нет. Ну, снайперы, бывает снайпера стреляют. Вот даже я тут немножечко возилась и слышала снайпера вот оттуда. Улица разрушенного посёлка Спартак в руинах среди разбитых домов. Встречаем Елену. Накануне днём она шла за водой и попала под миномётный обстрел. Украинские силовики били прицельно из 82-мм миномётов по жилой улице, зная, что здесь нет позиции ополченцев. Каждый день почти. Устали уже? Ну нет, ну как устала? Страшно, но мы у себя дома. Ну нет смысла уходить, куда идти? Под посёлком завязывается стрелковый бой. Представители ОБСЕ и контактные группы выезжают из Спартака и направляются в аэропорт. Встреча представителей ополчения Украины и России проходит в закрытом режиме. Ополченцы просят, чтобы ВСУ предоставило им карты заминированных участков аэропорта. Территория Донецкого аэропорта – это площадь в несколько тысяч квадратных метров руин. От зданий практически ничего не осталось. Остались только каркасы стен. И до сих пор здесь проводится работа по разминированию. Тяжёлая строительная техника сюда не пройдёт. И вот сейчас представители контактной группы от Донецкой Республики, Украины и России, а также комиссары миссии ОБСЕ прибыли сюда, чтобы обсудить вопросы дальнейшего продолжения выполнения режима тишины и начала подготовки к работам.